привет сегодня мы будем смотреть как записывать уровень на котором мы сейчас находимся или вообще действующий уровень по сути я подготовил четыре уровня как будто бы в игре разные локации и так далее то есть главное меню у человека есть и мы сейчас это все будем взаимодействовать персонажи я изменил отключил наши сейф load game инстансе я перенес сохранение экторов в отдельные функции то есть мы их эти теперь видите не будем то есть это все что осталось лишь по персонажа то есть это сейф game то что у нас было первому видео так и осталось по персонажику теперь его гейм то же самое принципе нам больше не нужен эктор потому что мы пока сейчас эктора не будем затрагивать но они работают я не знаю почему они у вас не работают если я вам показал без склеек видео я просто прямом по сути эфире записываете видео не редактирую их мне некогда так и давайте продолжим так зачем я гейм инстанс закрыл окей сейчас я его заново открою гейм инстанс нам нужен так на уровне у меня расположена капсула старт плеер стандартно да то есть но и здесь на уровне также имеется эктора финиш пересечении которого персонаж будет переходить на следующий уровень ну то есть там вы уже сами придумаете катссайна и так далее то есть загрузка следующего уровня здесь в нем у меня просто загрузка следующего уровня просто проверять что персонаж зашел в капсулу в данном случае бокс коллизию и открывается уровень под наименованием level name я прописываю выделяя эктор и я открыл переменную просто прописал ее сюда то есть на каждом уровне вот такая вот со своим значением то есть я захожу в нее загружается уровень номер два окей давайте поправим чтобы сохранять данные случаи уровни давайте посмотрим я на каждом уровне в blueprint уровня прописал логику до стандартная логика которое мы видели и в первом и во втором видео на begin play я костю на game instance и записываю то есть делаю в данном случае загрузку игры но так как игры не будет существовать это потому что первый уровень он мне перейдет на сохранение то есть сохранение не будет существовать перейдет на сохранение которым естественно создаст нам его и запишет все данные персонажа сейчас мы это изменим потому что он не будет знать из меню где персонаж будет находиться и для этого мы сейчас переделываем так все blueprint уровня я закрываю вы принципе заметили на каждом уровне то же самое давайте перейдем структуру которая у нас относится к сохранению и здесь у нас имеется то что мертвый персонаж или нет его местоположение его поворот его жизнь далее мы давайте пропишем необходимый уровень на котором он сейчас находится либо не находится так напишем улево давайте лучше из леву напишем упротительный знак ну или бы что-то подобное даже не упротительный знак нам не нужно это не булиновая переменная мы запишем ее как стринг то есть это у нас строка будет и еще одна еще одно значение это у нас из первого и будет что она будет означать это булиновая переменная вот мы ее ставим булин это булиновая переменная то что персонаж впервые загружается в игру то есть то что здесь мы как раз таки будем ее считывать ну либо впервые создаются сохранение вообще вот здесь мы его тоже запишем и переходим game instance давайте теперь все прописывать так перейдем в save game давайте нет сначала load game так здесь у нас что вот мы открываем у нас появился level is first да то есть вот эти значения мы их должны по сути сравнивать точнее одно из них мы должны сравнить давайте чуть-чуть освободим место вот так вот сбросим подальше так как это у нас загрузка игры она у нас осуществляется при вхождении вообще на уровень да то есть на begin play уровня здесь мы будем во первых получать текущий уровень get current level name то есть здесь мы получаем наименование уровня делаем 3 равно и у нас получается equal string мы сравниваем с нашим уровнем который записан и и естественно делаем вот эти сравнения да то есть если существует то есть если действительный уровень совпадает с тем на котором мы находимся да который записан то мы загружаем нашего персонажика по всем необходимым координатам если же нет то мы должны по сути сделать давайте переменную из level ее отдельно не будем загружать персонажика ну или как минимум можете загрузить жизнь но это уже если вам необходимо все это то есть вы делаете копирование выставляете если вам необходимо чтобы жизнь допустим остался нею 20 хп на предыдущем уровне вы хотите его перенести сюда естественно вы тоже подключаете и вот так вот у вас получается то есть вы на но на новом уровне плюс ваше хп остается ну а поворот и локация где он находится его не загружаете то есть он автоматом будет выбирать по месту где находится старт плеер ну то есть он должен быть обязательно иначе не будет загрузки нормальной так и теперь нам необходимо конечное значение то есть давайте выделим load game и нажмем на output плюсик и и теперь нам нужно здесь вытащить две выходные два выходных значения это стринг одно да будет это пусть из level так и второе это у нас будет булиновая переменная это у нас из first так давайте по сути на уровне из first нам не нужен то есть мы его подключать в данном случае не будем так где она в начале создалась мы его подключать в начале не будем то есть на нашем уровне куда то а на меню нам необходимо то есть мы сейчас вот это все вот так вот подадим ну или чтобы вообще не тянуть просто создаете переменная и подсоединяйте их здесь конце так здесь мы по load все сделали давайте перейдем save game теперь нам надо здесь настроить настроить сохранение в данном случае мы берем наш так если у нас не существует мы должны отделить это сейчас к сожалению потому что здесь чуть по другому будет происходить нам не надо сразу записывать где находится персонаж мы находимся вообще в меню у нас в меню будет создаваться сохранение здесь давайте нам необходимо так вот вот это скопируем вот это скопируем так где у нас находится персонаж мы не будем копировать давайте х нам тоже по сути не нужен то есть мы вот эти два только копируем так почему то предыдущее копирование так сюда ставим сохраняем нашего персонажа со значениями то есть он не мертв здесь мы должны к сожалению подать make иначе будет ругаться так это не то make transform ну пусть будут нули здесь пусть будут нули из level давайте сразу пропишем это наименование первого уровня потому что это только при создании сохранения она будет у нас в менюшечке так это у нас наименование level у меня это 0 1 level 0 1 и галочку из first это первое создание сохранения так что галочка у нас нужна ну и далее мы получается делаем само сохранение то есть это вот это устанавливаем его ну и давайте ну можно здесь поставить branch если уж необходимо print string так напишем new save скопируем давайте don't new save выставим красным выставим зеленым так здесь все вроде нормально делаем сохранение и давайте перейдем теперь нашему меню там нам необходимо будет кое-что и изменить тоже так мы здесь записываем уровень самый первый вообще в игре и галочка обязательно теперь так менюшка кнопочка new game после нажатия да так мы выбираем допустим плюс он кликит мы должны во-первых открыть давайте open level by name так создадим здесь переменную string значение да давайте это будет level подадим ее сюда то есть здесь переход со стринга на name это в принципе нормально и нужен pre-construct или construct давайте просто на construct поставим так давайте перейдем на меню мне надо уточнить сохраним так у нас так мышка есть отлично нам не надо ничего прописывать так construct здесь мы снова делаем cast так это game instance наш так я написал не то gi game instance game get game instance далее ну если необходимо создаем переменную game instance и делаем load load game и делаем load здесь у нас как раз таки те те значения которые мы выставили на выходные из нашей функции и теперь так структуру мы можем закрыть она у нас уже прописано и здесь мы по сути давайте наш уровень запишем то есть то что мы загружаем наш уровень прописывается в переменную эту и потом если что как говорится она у нас сама будет уже ставится далее мы делаем branch мы будем сравнивать если у нас это впервые сохранение происходит либо загрузка да так то кстати сейчас мы кое-что исправим скорее всего я там на сохранении что-то неправильно создал так если это мы первые если true да у нас текст new game я делаю is variable то есть она у нас открытая будет и вот она делаем set текст давайте скопируем на false на true подключаем все это если это первые пишем new game если мы уже когда-то играли и у нас было сохранение делаем получается continue так неправильно написал но все нормально то есть здесь мы делаем continue здесь мы new game так давайте сейчас все-таки посмотрим что у нас там по сохранению так это вот это сейф так окей если у нас сохранилась то нам необходимо сделать загрузку давайте напишем load game то есть после успешного сохранения да то есть здесь у нас true мы делаем load game потому что у нас load game она лишь при не создавшемся сохранении делает сейф ну а после сейва нам все-таки надо загрузиться иначе в меню мы здесь не получим никаких выходных параметров так ну давайте проверим откроем это папочка сохранениями как я вам показал это папочка проекта дальше у нас идет сейф сейф гейм и здесь у нас должен появиться файл при успешном сохранении сейф давайте continue меню сейф и сейчас мы все это запустим так мы находимся на уровне меню запускаем у нас continue конечно так ругается на жизнь а ну естественно так естественно на жизнь у нас будет ругаться давайте здесь посмотрим ну пусть жизнь будет 100 при сохранениях так preload так 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 ну здесь вот как раз таки есть небольшая проблемка то есть когда мы загружаемся в менюшке он у нас хочет персонажика с жизнью поставить давайте пока отключим проверим это действительно так или нет проверяем папочку сохранение создалось но с ошибочкой так ошибки нету значит да действительно в этом проблема здесь надо естественно проверять так естественно проверять если это уровень у нас наименование меню то есть мы не загружаем вот этой части так сейчас сообразим в общем давайте перепишем скопируем вот это все из сейф мы ее вот сюда поставим потому что там видимо как-то некорректно отрабатывает и сейчас здесь все мы проверим нам необходимо так создать далее мы записываем какие-то значения по персонажи так VV01 сохраняем давайте уберем branch с этими хотя нет мы оставим branch так loadgame отсюда мы удалим так если у нас успешность сохранилась мы подключаем ее сюда так давайте здесь напрямую отсоединим так здесь на всякий случай мы тоже поставим это нам надо выставить вот здесь так при создании у нас level 0 1 вот здесь у нас и косяк происходит мы здесь как бы подаем значение а переменную которое нам необходимо будет вот сюда поставить скорее всего мы не записали так давайте еще разок проверим удаляем сохранение полностью делаем все отлично единственное что у меня пока персонаж не ходит так почему потому что у меня не ловит персонажика так открываем уровень булпринта и давайте здесь get player controller поставим set input game only и давайте еще и мышку set mouse set mouse cursor мы галочку убираем потому что с менюшки у меня что-то не не подхватилась видимо так переходим на меню запускаем все да мы управлять можем так окей почему так если здесь все правильно так 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 вот 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 здесь мы сохранение по сути нам нафиг это не надо так но если что для менюшки да мы можем вообще отдельную функцию сделать и вызывать ее то есть не стандартная которая игровая отдельно сделать функцию которой мы будем просто вытаскивать level и наименование то что он загружается первый раз или нет так давайте из first мы тоже сделаем переменную запишем ее чтобы вот здесь мы могли проверить давайте пока отключим принстринг так сделаем append подключим сюда из first и level разделим их такими вот значениями разделим их такими вот значениями так удалим сохранение так удалим сохранение кнопочка level 01 и true так окей все отлично вроде получается все отлично потому что так как он он не сохранялся на уровне естественно у нас не будет галочки фолса из first запускаем уровень 1 мы бежим переход переход так это уровень 2 это уровень 3 так это уровень 4 и если я сюда войду у нас будет менюшка так да все отлично сейчас мы появляемся на каком уровне это надо было поясниловку поставить а на первом уровне то есть у нас сохранение не происходит на каждом уровне значит мы здесь должны поставить кроме загрузки так давайте делаем save game и подключаем game instance так и проверяем на втором третьем и четвертом уровне так save game ну просто мы делаем сохранение в начале уровня можете это делать в любом месте в принципе сейчас и проверим так на первом втором я поставил в начале у нас есть еще кнопочки не забываем про это переходим в меню запускаем у нас первый уровень давайте перейдем на второй так это вот второй уровень с двумя вышечками запускаем менюшка у нас continued потому что мы уже сделали сохранение так и естественно ошибка нам нужно отлавливать отлавливать я сейчас понять не могу почему у нас не проходит давайте здесь print string все-таки оставим так и давайте сделаем delay чтобы у нас не выбивало в течение четырех секунд континьют континьют уровень не найден да интересно почему мы его прописываем мы его прописываем так но давайте перейдем на второй уровень посмотрим blueprint так сейв 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 теперь сейв а ну да все отлично естественно у нас же запись не происходит я здесь не изменил сохранение да я что-то долго мучаюсь и здесь нам необходимо кроме персонажика сохранить уровень так это мы берем level да хотя он нам на сути тоже нафиг не нужен здесь берем а get current level name подаем вот сюда структуру давайте его загрузим где-то первые вот здесь вот из-за этой скрытой галочки у меня здесь проблема и получилось то есть из first мы не записываем то есть она у нас становится без галочки а level мы берем наш current level все так где у нас меню запускаем так естественно удалим сначала сохранение потому что оно косячное сейчас мы заходим на первый уровень так давай надо было убрать ну ладно первый уровень мы переходим на второй второй у нас по сути должен сохраниться запускаем из меню также continue level 2 false и мы на втором уровне и у нас мышка опять не работает надо было все-таки везде скопировать это так давайте вот это копируем на все уровни так ну давайте здесь тоже так же save save game ставим показывать нашу игру так скажем перехватывать игру далее зайдем в на второй уровень мышь там не сделали потому что изменена у нас зачем я здесь делаю если я мог меню это сделать ладно так как говорится sorry тупанул здесь проще было поставить это так далее мы отключаем он нам уже не нужен continue нет уровень 2 false сейчас мы находимся на третьем уровне из меню выходим уровень 3 false все отлично и четвертый уровень давайте спустимся вот сюда делаем от руки сохранения это у нас вот эта клавиша давайте прыгнем куда-нибудь и загрузимся сейчас все сохранение у нас отрабатывает и давайте меню выйдем и сейчас если я нажму на continue мы окажемся на четвертом уровне там где мы сохранились внизу так в общем что мне запарила ним небольшой мозг вот это вот галочка которая дала торможение в общем на этом все пишите в комментариях что вам опять непонятно я все равно к сожалению на них ответить не смогу и потому что вот я вот при вас уже все это сделал да с тупизной потому что при обновлениях у нас не открывается все с полный список как говорится так окей надеюсь это вам понятно это все делается естественно на одном сохранении если у вас несколько персонажей несколько вид игр у которых допустим несколько сохранений да там у вас с топкой они сохраняются естественно это делать надо по другому то есть надо чуть чуть переписывать эту структуру иначе будут какие то вот такие косяки что уровень не подгрузился и так далее а на этом все до скорой встречи всем пока я я Продолжение следует...